Ну а ребята из НП упадут в лузера, где уже яростно потирая ладошки, ожидает их комплексити. Колы настроены серьезно и хотят в этот самый гранд-финал, который завтра в час по Москве пройдет, попасть. Там в Best of 5 же решится место квалификации американской части The Summit 6. Да, действительно, мне сладко придется тем, кто пойдет ниже, кто будет сражаться с Колами, потому что Колы против Дуву показали, на что они способны, что они могут играть уверенно и грамотно. Это была совсем не та дота позавчера, к которой мы наблюдали этих Колов против НП. Так что не позавидую тем, кто упадет вниз. И думаю, что нас ожидает весьма любопытная дота, как минимум потому, что уже у 747-го не будет вот этого ОПшного и сильного ОД. Да, баны весьма-весьма понятные. Минус ОД, минус дровка. И у 747-го остается не такой уж широкий пул для таких персонажей, которые прям нереальным винрейтом для него обладают. 88% слово у Деваура. Также неплох у него Шторм, но Шторм очень ситуативный сейчас, вот в текущей мете. И с ним нужно максимально осторожным быть. Но я думаю, это и так понимает 747, ну и Станкинг, который для него героев, собственно, драфтит. В любом случае, касательно предыдущего поражения, многие в чате об этом упоминали. Я тоже так считаю, что команды равные, только вот НП проиграли пик в основном. То есть у них с пиком была проблема. Они не смогли реализовать то, что они сами же себе набрали. Они не смогли защищаться, им нравится больше агрессировать. В начале у них это получилось, а ближе к середине игры вообще нет. То есть, может быть, сейчас они возьмут более активных героев, рассчитанных на агрессию. И мы не будем наблюдать, как игра вроде бы на их стороне, а будет борьба постоянно. Я вообще думаю, что нужно больше резни этим командам, нужно больше агрессии. И нужно играть тактиками сноубол. Если ты смог вырвать себе какое-то преимущество, ты должен дожимать. А качели, качели умеют в обе стороны, если ты их не удержишь, то сам отвалишься. Вот Оракл и Бистмастер от НП мне нравятся уже. Бистмастер с Праймл Рором. Праймл Рор, если кто-то вдруг забыл, это способность сквозь Блэкин Бар, Рейдж и прочие неуязвимости проходит. Плевать Бистмастеру на всех, он Праймл Рорит кого хочет. И того же Акса можно будет установить, и Кора команды FDL, и Оракл на подсейве. Мне кажется, это как минимум играбельно. Да, это играбельно безусловно, и единственное, что берут ТМНП себе Оракла, несмотря на то, что Акс уже у FDL присутствует. А насколько мы знаем, Аксу как-то все равно. Если очень ло-хпшный герой, и на нем не сет Фейл Спромис, он все равно его прикончит при помощи топора, при помощи Квилин Блейда. Ну, Квилин Блейк, конечно же, не Кантрица, но для этого нужно до него дойти, а я помню о замедлении, с Кабанчиков, например, и, в принципе, Оракул может Фортуны Зендом привязывать к Земле, то есть пытаться держать на расстоянии. У Акса основная, собственно, проблема мобильности, почему на него Блинк Даггеры тарят в самом начале, первым практически артефактом. Ну и меня немножко смущает Сайленсер для FDL, а в чем задумочка? Ну, лично меня Сайленсер не смущает, единственное, что Лейнг Стадию, как он проведет, я не в курсе, не так часто мы Сайленсера наблюдаем, но в целом, почему он вообще в пике в драфте появился, ясно. Бестмастер ультит, Праймл Рор юзается, значит, кого-то собирается Тим НП убить прямо здесь и сейчас, но если нажмется Глобал, такой возможности не будет. Если у команды НП не будет жесткой физухи, если Сларк уже дошел и герой стоит в Праймл Роре, то согласись, нажатый или не нажатый Сайленсером, Глобал уже ни на что не повлияет, будет умирать этот самый персонаж, который в фокус под Праймл Рор попал. Это да, Глобал действительно не дает никакой неуязвимости или гарантии, что герой, которого собрались здесь зафокусить, выживет, но тем не менее. Предложите в дель взять Омни Найта, так вот тут Глобал Сайленс и сверху еще и ГА, нормально? Вау, поиграем без станов? Снова? Так вкусно, между прочим, сегодня уже было, довелось бы сегодня комментировать еще одну игру в рамках другого турнира, там катали команда небезызвестная Фрэнс с командой Каипи, и там была игра NoStun и не взлетела, как бы это ни казалось вдруг странным. У ребят из Фрэнс. Там, знаешь, была великолепная связка Коттл и Пудж, но если дизмембр Пуджа еще можно назвать хоть каким-то контролем, но все же, знаешь, это не тот стан Леона, который можно с 500-600 рейнджей копать и, пожалуй, останавливать агрессию, а вот этот дизмембр в упор не работает, к сожалению. Просто, судя по новостям, Фрэнс же всех рвали, рвали и метали, и вот так вот без стану закинуть, как будто Габлак что-то нашептал. Все возможно. Кстати, пошел инсайдик, что у Фрэнсов тоже есть некие проблемы внутри коллектива, что немножко ругаются ребята и не могут найти игры. Я надеюсь, что это слухи и грязные инсинуации, и сейчас многие плюнут мне в спину, что я тут непроверенную информацию распространяю, но она, знаешь, под серьезным таким тегом не проверена. Если сомневаетесь, не верьте. Ну, мне кажется, у всех команд, у любых составов есть какие-то междоусобицы, конфликты, но на то они и профессиональные команды, чтобы их разрешать, тем более на период турниров. Соглашусь полностью. Undining, который тебя не смущает, как и Silencer, я надеюсь, появляется у команды NP. Не смущает, потому что NP все-таки идут в эту агрессию и больше не будут рисковать с пиками, рассчитанные на защиту. Undining без мастера рака. Слушай, ну, корроли-то не проявлены, команды NP. А кого же добрать им, чтобы как-то смотрелось интересно связочка NP, чтобы это работало, чтобы это выносило? Нужно ли добирать какой-то пуш, типа Чена, еще туда и, возможно, в мид какого-нибудь Инвокера, чтобы был какой-то быстрый снос, расстрел товаров? Или нужно, наоборот, каких-то взвешенных сбалансированных персонажей туда докинуть, чтобы размеренным оказался пик NP и не провалился где-нибудь ближе к стадии, там, не знаю, мид-лейт-гейма? Ну, пока что это выглядит так, что не будет никакого супер-лейт-гейма. Это похоже на Хускара плюс Инвокера, возможно, на настпики. Это похоже на бестмастера и андайинга в дабле. Хускар до сих пор не в бане, что удивительно. Посмотрим. Может быть, NP воспользуется этим и заберут себе Хускара. А вот и в деле призадумались над третьим пиком. Их ждет агрессия в изи-лейне, и надо что-нибудь с этим придумать. Может быть, Дазл взять? Дазл. Ну, по сути, да, Аксов ведь у команды Team NP нет и быть не может. Почему бы не попробовать сэвить себя с помощью Shallow Gray One? Да, но я в том же самом матче, того же самого турнира наблюдал, как ни разу из четырех попыток за матч не смог на себя Shallow Grave. Вот он наконец-таки проговорил со мной Shallow Grave накинуть на себя Дазл. То есть руки не поднимались. Ну, не поднимались руки. Бывает, но здесь почему Дазл неплох? Потому что в теории можно поставить на изи-линию против андайинга и бестмастера двух мили Акса и Дазла. Я думаю, что они эту линию спокойно отстоят, а то и выиграют. Ну, а вот это Нага Сирена. То есть сайленсера недостаточно, понимаешь? Сайленсера недостаточно, чтобы контрить агрессию NP. Нужен еще сон. А Нага Сирена, мне кажется, даже не просто Нага со сном, а это саппорт Нага со сном, а может быть сайленсер в мид, как от Империал, такой вот массовик-затейник, который будет выжигать и разламывать лица. Честно говоря, трудно пока сказать, но в целом доля истины есть в своих словах, просто потому что сайленсера Нага плохо сочетаются между собой, как саппорты пятой-четвертой позиции. Они оба востребовательны в фарме, в получении экспы, и на двоих ее делить будет тяжело. Морфлинг. Да, морфец. Ни в бане, ни кускар, ни морфлинг. Пожалуйста, NP забирают. Но, скажи... Нет, я думаю, ты со мной согласишься, что морфлинг хорош только когда его нечем брать, когда ему дают сплитить, когда ему дают где-то выносить все артефакты, а если морфа загнобить, то это кусок. Без быстрых каких-то артефактов, типа линк к 13-й, там, 14-й минуте, от морфа ты многого не увидишь. Морф, который выфармливал себе линку к 25-й, скорее всего морф, который игру проиграл. Ну, соглашусь. С тобой к чему это ты ведешь? А к тому, что команда FDL имеет нагу, которая может контрить в попытке морфа уйти. То есть, надо помнить, одно у Акса Берсер Колл, равно как и у Бестмастер Праймл Рор, сквозь все контроли проходит. И это не таргетный спелл. То есть, у морфа мог быть проблема, что его слипят, к нему подходит Акс и говорит ему, добрый вечер. А дальше-то верно. Ну вот правильно, есть и Аксы, нага и Сайенсер. И теперь еще и Шторм, которые могут ловить морфа и напрягать его, не давать сплитить, и вдобавок еще и убивать его. Ко всему прочему. Вот, правда, Шторма. Ты угадал Шторма. Ты напоминал о нем с самого начала, как только пошел драфт. Именно. И вот, пожалуйста, он есть. И вот, пожалуйста, нет на него контроля, исключая Праймл Рорл. Больше ничего нет. Я обращал внимание, да, что Шторм он ситуативный, и под него должен подходить драфт оппонента. Сейчас это произошло. У Шторма от товарища 747-го, угадаешь, винрейт? Ммм, 70 процентов. Сто. Чего? А игр сколько? Ну, игр, правда, немного. Тут обманывать не буду. За последнее время 747-м сыграно 4 игры, но он ни одной не проиграл. При этом великолепный. Кыда в 15.75. К примеру, кыда его Деваура 5.55. Так, понятненько. Ну, то есть Шторм, вполне возможно, будет лицоотрывающий. И Шторм, возможно, команду НП удивит. И, кстати, это будет последнее, что их удивит в сетке венеров. Если они Шторму проиграют, отправятся в лузера, где будут уже с комплексти выяснять, кто же сильнее. Есть такой момент. И Ласпик для FDL. Что-нибудь, что будет играть на Шторма и что-то, что будет им помогать. А если это все-таки не Кэрри Сайенсер, то кто же будет Кэрри? Ну, мне кажется, опять же, рискну пованговать, но, возможно, и мимо, что под Шторма с контролем, под Нагу и со сном, нужен кто-то, кто умеет с руки. Это типа Сларка с Эхо Сейбром, любой другой персонаж с Эхо... Нет, опять для Бина Вендерфул Спирит? Пожалуй, нет. Не хочу. Не заставляйте меня. Не изменяют себе FDL. Продолжают они наставить на венге Кэрри. Но если у Virtus.pro с Эриданом в свое время с этой венгой Кэрри не завязалось так много побед, как у FDL, то есть здесь много-то побеждают с ней. И единственное, что для меня сочетание Шторма венга выглядит слабее, нежели чем сочетание ОД венга, как в предыдущей карте. Здесь к личному скиллу мы будем обращаться и товарищ Бин, который, в принципе, доказал уже, что он на венге может, а эта венга у него тоже достаточно стряковая девчина, получается. Она не проигрывает карты на протяжении своих трех побед за последний, не соврать, так эдак год. Она, правда, не часто появляется, но тем не менее... Алхимик. Стронг. А вот это уже стронг. Вот это стронг. Алхимик, в этом-то и проблема, что Шторм это не тот парень с физухой, и плюс еще и маг про кастом, как ОД. Шторм-то он послабее, чем ОД в плане хардкерри. То есть венга хороша с хардкерри в сочетании с хардкерри, а Шторм он не такой. Шторм это Шторм. Я боюсь сейчас за команду FDL, если он дайнингу подарить быстрый аганим, будет очень больно. Мы помним, как с этим звуком будут отлетать просто сила к товарищу Антайнингу, а FDL куски. Посмотри, посмотри просто, какие игроки и каких героев берут. Можешь выдохнуть. О, все, да. Действительно, повод выдохнуть и 0-4 на Vengeful Spirit. Видимо, ребята из команды FDL смогли обыграть в голове не только меня, но и ребята из NP. Возможно, даже этот Алхимик был опрометчиво драфнут в уверенности, что играть ему против Vengeful. Да, да, послушай, если венга со штормом вряд ли пробьют, раз сфармленную Алхимик и их задача еще будет от Морфлинга избавляться, то вот, пожалуйста, они решают, что Бин лучше поиграть на Наги Сирени, которая так же, как и Морфс, может расплетить, отпушить, при этом, благодаря иллюзиями, пробить и выйти в хардкэре. Снова ребята обсуждают аниме. Я, кстати, вообще смотрю с аниме здесь тема болезненная для всех. И смотри, тут не встревай, а то тебе опять объяснят эти американцы, не щадят его самолюбия, а рассказывают тебе про всех аниме-персонажей. Я просто... Нет, нет, там тогда был не хейт, а там был хейт конкретно персонажа, которого я назвала, такие тонкие разборки. Я, к сожалению, видимо, слишком толстый для аниме и не разбираюсь в нем, но я тебе полностью доверяю в этом вопросе, оставлю его на твоей совести. FDLNP, давай по таймингам. Дарья, срочно вангуй мне на какой минуте и от кого ты ждешь каких-то ключевых действий. На какой минуте и от кого я жду ключевых действий. Так, давай подумаем. Мы изначально предположили, что NP будут иметь дабло на боте, то есть наги будут пытаться мешать сразу же. И мешать придется против серьезной треплы, а именно... Стоп, что? Погоди-ка. Нет! Помнишь, ты выдохнул? Можешь вдохнуть? Это был двойной обман, я понял. Это многоходовочка. У меня слеза потекла по щеке. Я думаю, кстати, это повод приставить команды и начну я с FDL с этой действительно многоходовочкой. Крестен Кинг играет на Сайленсере, 747-й на Штор Спирити, Бин на Венжи Фулл Спирити, 04-й на Наги Сайрон и МГУВ на Аксе. Команда НП. Ветернал Энви, Алчмист, Накт, Бестмастер, Роуз, Оракулау 2000, Морфинг и SVG, Undying. Я рассчитываю, что ключевые действия будут с самого начала игры вестись от НП, потому что они будут агрессировать, пытаться на боте. Ну, лично мне так кажется. Посмотрим, что это перерастет у НП, будут ли они следовать ходу моих мыслей. А вот насчет FDL, мне казалось, что будет фармить Нага, и мы с тобой вроде как успокоились на этом, но нет, все-таки рассчитывают, что Шторм будет вывозить в соло при поддержке Бина. Я думаю, там, знаешь, ребята решили на морали выигрывать. 04 говорит, беру Вингу, Бин сидит, думает, ага, НП уже, наверное, испугались, ну, все, беру обратно, законтролили морально, ментал вынесли и продолжат играть на тех персонажей, на которых изначально собирались это делать. 747-му руна достается внизу, и Энви на своем алхимике завладел руной на топе. Да, смогли разобраться с рунами, алхимику никто ее забирать не мешал, да и выходить забирать, пытаться отжать эту руну против андайнга не самая лучшая, наверное, идея. Вот этого и не случилось, расходятся они на линии, наши ребята, которые участвуют в матче, и знаешь что? Да, все-таки это Дабла. Дабла против в Треплы, и на топе Дабла против никого. Ауи 2000 будет сражаться против крипов, и сейвить его от крипов будет Роуз. Надеюсь, у них все получится. Ну да, Акс традиционно начинает с леса, как мы и привыкли. В данной мете он старается именно с леса вывозить, персонаж который приспособлен к фарму лесов. И лучше начинать там, и фармить там, нежели чем страдать на линии. Страдать придется как минимум на боте, ведь товарищ SVG уже вовсю развлекаются с вражеской стрэнджой. Бину вообще уже три раза перепало дикейми. Смотри, какую тычку он ему сцапал, просто потому что Бин сдулся, у него 320 хп. На самом деле не 320, но по тремя дикейми все-таки 320. Ну, я думаю, Бин другой логикой идет. Он такой, а у меня тангут 115 хп восстанавливается, и все норм. поставляются под дикей, то есть у него уже 240 хп. Мне кажется, пора Бинус кинуться на хпшку всем болельщикам команды FDL, иначе он здесь просто-просто не вывезет. И снова дикей подвоем. Очень жестко. Кстати, как-то совсем уж нереально жестко, а где стики? Посмотри, как топоры разрезают, и это было очень близко, нужно отходить назад, нах, без лица, закинули ему в лицо прокастик команды FDL, но не хватает этого, станкинг, кстати, в раз Ластворд, в раз Аркейн Кёрс, но мне кажется, Аркейн Кёрс нужно против товарища SVG Максить, что-то мне подсказывает, что его контрил бы идеально этот Кёрс. Смотри, кто на бот подключился, дабыла преобразовалась в Триплун. Ну, и, по-моему, попахивает какими-то активными действиями, Рос может подключаться, и можно будет делать фраг, опасен, весьма серьезно, оракл, несмотря даже на второй левел. Безусловно, сейчас еще пара дикеев от Undying, дабы ему хватило на это маны, и оракл, который пришел сюда уже, будучи второго левела, с Флеймзом, может срубить кому-то хпшечку до отправки в таверну, а не просто так. Товарищ Роуз. Странный закуп, у него лишь Тангус и Эарин Бранч, 300 на руках, а на что он копит? Не совсем я понимаю. Слаганый сапожок. Быстро бегать, чтобы никто не уволок. Возможно. Фармит еще и лес команды, причем все вместе, друг у друга, вороя крипов и экспириенс. Не хочет отпускать бисмастер далеко своих оппонентов, но четвертый опять подставляется, опять ему больно, ну и ощущение такое, что Бина здесь вообще ничего не вывезет. Дела у Бина идут настолько же плохо, насколько и в миде страдает товарищ Энви. А Энви страдает? Да, у Энви не так хороши дела, как хотелось бы. Он, кстати, купил себе Арен Талон, то есть, возможно, он будет скачаться не через бот, а на купить себе сразу Соллинг, посмотрим. Ну а 747-й, в свою очередь, знает, знает, чем заниматься, а на боте Ниталлинг Крип убил. Он без маны решил, что не хочет жить, так что вернется на бот уже почти третьего левела с маной и со стиками. Ну а касательно шторма, он себе потихонечку выфармливает леса, возможно, где-то будет подстакивать и выфармливает свое, не имеющий чем Альхимик, полагаю. Ну, поначалу. И Боттл уже едет к 747-му, на линии будет стоять максимально надежно, сцепляет нахту снизу и начать уходит. 140 хп, вынужден был хилку тратить, боялся отлететь. Но пока нормально. Алхимик таки купил себе Боттл, без Соларинга будет играть. Я думала, что Стамбой, Андайенка и Роуз будут пытаться агрессировать на боте, но они почему-то забили на эту идею, переместились на топ. А на топе, кстати, вернулся МЖВ, он не ожидает выхода двух саппортов на себя прямо сейчас. Это фраг до Ауи, а именно ФБ. Круто сыграно, на самом деле не ожидал явно. Акс стоял МЖВ и стоял, чего-то ждал, на что-то надеялся и вдруг на тебе, а там троица. Максимально неприятно для него и команда НП наконец-то, знаешь, Роуз, вот этот выход Роуза, перемещение реализовал во фраг. Ну и я думаю, что стоит постакать для товарища Энви. Энви пошел в леса, и что неужели так рано уйдет в леса, единолично и сам себе еще будет стакать. Не опрометчиво ли? Ну, а может быть и будет, а может быть и постакает, а может быть и пофармит. В конце концов, дать СВГ накопить левел на миде в свое отсутствие не самая плохая идея. Пока он выфармит леса, шестой, шестой этапит, потом вернется на линию. А Undying левел 4 пойдет на бот, возможно, уже тогда сделает фраги на пару с нахтом, который тоже в тем временем старается четвертый получить. Да, фармят абсолютно все и все пытаются заработать экспириенс. Это активная стадия точкования на лайне. Не знаю, единственное, что принесла, так это, по-моему, отсутствие денег и опыта у всех. Все друг другу мешали, все динайли, все лупцевались, но теперь наставило время дела и с левелом, и с монетками в кармане поправить. Ну, смотри, сейчас готовился выход на СВГ, все-таки решили, что не смогут его убить. Он четвертый посмотрел и подглядывал. Кстати, Нага Сирена с топором, с Пурман Шелдом и со второй сеткой будет она пытаться стакать и качаться в лесу на пару с Сайленсером, ну, Сайленсером левел 3, но в целом по левелам у кого получше дела идут? Получше идут дела у саппортов НП. Да, и графики нам об этом говорят. тысячу в пользу команды НП по экспе под деньгам за НП около полутора. И руну ворует Станкинг просто перед лицом СВГ, а поскольку это дабл дэмэдж, то СВГ еще и получает неплохие тычки и вынужден стягивать сюда нах, встречать, еще и идет Энви. Очень сложно сейчас будет Станкингу убраться, отсюда и ТП аут. Это единственное верное решение, не успевает его прокастовать и под тучей Энви под минус армором в мгновение ока пропадает. Там лишь Сайленсер успешно, ибо 0.4 замедляет. Тот самый Кабан плюет в спину, нахт останавливает Бин. 0.4 Бежать нужно, спасаться. Террор на Тоникову. Спасается. Вообще, почему за ней... О, отлично, ТП, кстати, 747-го, добирает онлайнгов и переключается на нахта. Правда, нету вортекса, но и без него удается сделать дабл килл. Отличный выход от 747-го. Смогли реализовать весь этот байт Наги на себя. Нага забрала себе еще, кстати, Тамбу. Почему вообще все это получилось? Срубила себе кучу денег. Так что, размен на стороне команды НП. И, кстати, у НП также имеется кэри морфлинг. Ты посмотри, это не тот морфлинг, которым мы у Зузу наблюдали. Помнишь кэри морфлинга Зузу? Да. Как он играл? Он играл в сапог, быстрая линкен сфера, быстрый изэрил. Здесь же у морфлинга ПТ, аранталон, 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 то есть все эти артефакты намекают на драку. Да, действительно, драться готов с первых же минут. Почему бы и нет? Есть волна, есть перекачка, и драться ты, в принципе, уже готов. И с учетом появления Ring of Health, все же тоже еще и регенерация будет, пока выходит медленно, но верно, в линкенсферу. Сферу. Да, в линкенсферу. Шторм фармит стаки. Шторм 747 совершил великолепный выход на бот. У него имеется аркана, соурейнг и боттл, в то время как у алхимика армлет. Армлет лучше для алхима нет. Я вижу эту рекламу артефактов, которые, знаешь, лавка должна торговцев приманивать тебя какими-то слоганами, чтобы ты купил тот или иной айтем. Там, не покупай ничего в лесу, какие рапиры, нет, купи вот у нас здесь на фонтане армлетик. Жду я, пока маркетинг доберется. И до датана, но пока... скидок вместо заманчивых скидок там патчи просто меняются на вывесках. Кстати, да, это было бы вообще идеально. И, кстати, хейст. Для станкинга, возможно, Саненсор куда-то перетянется. С четвертым левелом это не то, чтобы суперперетяжка, но если под кого-то, если не соло приходить, то Аркенкерс и Ластворд могут сыграть на року. FDL в 2, кстати, оба выкачаны. Ну, пока что Саненсор не знает, куда ему себя деть, потому что качаться особо негде. На топе стоит Ауи, который не даст выйти на линию и потереть экспу, где террор применяется, а это на ночь четвертого. А он фармил все это время в лесу, совершенно один. Не удается ее пробить. Удается. Удается. После второго Примфлеймса добили его, пришел сюда МГВ, казнил оракул, сюда же влетает 747-ой, добили тамбу очень хорошо 847-ой, снова делали все великолепно, по-моему. И опять же, эту нагу все рабочая стратегия, по-моему. Нага заманивает команду ИП на себя и 747-ой забирает фраги. Как у них это получается? Как на это ведутся Энпи? Хотя, с другой стороны, как они на это ведутся? Они ведут во вражеский лес драться при наличии шторма у вражеской команды. Да, затея не самая лучшая. Пусть Монопул еще и небольшой шторма, но он им готов рисковать, чтобы делать фраги. Энви еще и Бин его свапает, есть танчик, залетает туда. 747-ой тратит всю ману, но и Энви к смерти приговаривает, а вот это уже серьезная проблема для ребят из Энпи. И пусть на графиках. У нас еще 747-ой имеет Нетворс 3-й на карте, но он вплотную приблизится к Энви, который играет на алхимике. Да, да, и это на самом деле удивительно, потому что, естественно, по Нетворсу всегда должен быть алхимик впереди, а если он находится на уровне с мидером или на уровне со своим кэрри на одном, это как-то грустно, это как-то печально, это значит, ему не достаются богатства, это значит, что его саппортом некогда стакать, это значит, что он выходит на Бутруну и умирает почему-то, почему-то он просто решил выйти. За Ауэ, кстати, погоня, возможно, будет от МГВ, он видел Ауви, но на Ауэ не рискнул нападать, решил его просто прогнать за счет какого-то, видимо, морального усилия и остался фармить стаки, у него 2050 монет, это 200 до дайгера, а дайгер очень нужен Аксу. Все очень грустно у НП, потому что Шторм Спирит не так далек от Блудстоуна, а это всего лишь навсего десятая минута, потому что у Акса близится дайгер, он будет вот-вот, у Мэджер Холл Спирит с фармом, в принципе, все тоже не так плохо, Саленсер скоро левел 6, ну а у Алхимика в это время ничего нет, как мы уже и упоминали, у Наги тоже 6 левел и, кажется, готовится нападение на Аксы, и Аксу сейчас нежелательно умирать, потому как до дайгера совсем чуть-чуть, а он идет фармить, и может идти фармить под птицу, это что за чуйка такая? Это что? Не знаю, по-моему, это запрещенные приемы, ведь не было невижно ничего, как он вообще понял? Не знаю. Есть ли что-то в этой игре, о чем мы с тобой не знаем, а вот этот товарищ знает? Может быть, знает, возможно, очень четко фильтруется вся информация, которая дает команда Ивдель, которую перетасовывают между друг другом, обсуждают, потому что, видишь, стоило двум персонажам с карты исчезнуть, пошла информация, что вот их здесь нет, и Акс повел себя очень аккуратно. В этом плане Ивдель большие молодцы. Кстати, очень удобно для Ауи, он сделал реплику с Акс, и пошел ею фармить. И, в принципе, Ауи фармит очень быстро, и он единственный, кто держит команду НП сейчас на плаву. Ну, да, если не обгоняет алхимик товарища Марфа, значит, с алхимиком что-то не так. Я бы удивился, точнее, я бы этому не удивился, если бы Гривил Зирид не был замакшен, если бы он там Аси Спрей взял в 4, или там была бы Конкокшен, был бы замакшен, но нет, это просто какой-то странный, не фармящий Энви. Что с ним не так? А не знаю, а я не знаю. Но пока что у него по артефактам это все так. Почти так, Медленно, я бы сказал. Все неплохо, но все медленно, да. В этом проблема, кстати, на 04 снова поехали. И, внимание, вопрос, будут ли ответные киллы от 747-го, и мы 04-й, по-моему, дал инфу, в миде цепляют товарища Ауи, Ауи, проблема, это пошел Global Silence, Ауи, попытка отсюда уйти под стэнкинга, с маной уже негладко, две сотни еще и потратил на то, чтобы дать станчик Ауи, но спасается своевременно. Тиммейты перетянулись. Наверное, сейчас было не очень верным решением напасть на Ауи, и в Дель не были готовы. И, пожалуй, это единственный таргет, который невозможно для в Дель сейчас зафокусить, потому что у Ауи очень много артефактов, вот, и очень много, очень сильно он прокачался. В то время, в это же время на топе спушили Тауэр, следовало на боте, наверное, подраться. У 04-го была блестящая позиция, он ныкался вот-вот-вот-вот тут вот, вот здесь. Да, он прятался в лесу. Мог бы завязать сон, прилетела бы вся команда, и, возможно, сделали бы минусы. В то время, как на Морфе не получилось. Да, и Глобал был бы против этих парней в разы интереснее, чем против Марфа, который и так в этом Глобале, по сути, отвисал то в станах, то в контроле, и особо никуда не стремился. Ну и безидейно, как-то пока ты в дел, нужно менять приоритеты. Алхимик набирает потихонечку по Нетворцам. А что, у Алхимик появилось что-то свеженькое? Посмотрим на Энви. Энви на что-то потратил всю валюту, а это Сакрит Релик. Вот это уже хорошо. Да-да-да, это именно Сакрит, сейчас Ленка прилетит Марфу, и в Дель надо не терять времени. Есть Блудстоун у Шторма, есть у Акса Даггер, и практически готовый Бледмейл. Ну и практически готовый, потом еще тысячи голды, возможно, они дождутся Бледмейла от Ката Глобула, и уже тогда пойдут агрессировать, потому что агрессировать сейчас нужно, не потом. Сейчас на Бина вышел нахт, и Бин тут же делает тип-аут. По-моему, у них чуть больше информации о карте, чем мы знаем. 0-4, к слову, тоже что-то фармит, единственное, что фарм 0-4 к новым артефактам все никак не приведет, здесь все еще Айрон Талон, все еще Пурман Шилд, Мэджик Стики, Аркейны, хочется тоже ему монет подсыпать, но какая-то четвертая позиция совсем уж неинтересная у Наги, ощущение такое, что скоро будет выбиваться вперед товарищ Сайлсер. Ну, на самом-то деле, все неплохо у Наги, не так плохо, как ты говоришь, что она принимает драку у Ауи, что очень странно, видимо, просто разводит его на время и на силы, делает тип-аут, не удается на груз виси на сон, в это же время, кстати, в Дель заходит во вражеский лес и видит Энви, который справляется с мемчиками. У него ультап практически кончился, это очень вовремя для него, отличный глобал, и это лишний заряд для 747-го Буллстоун. Хороший выход. И это два интеллекта Сайленсера, украл, алхимика своровал. Нет, отлично сыграно. И это 700, ну, 670 монет в пользу команды FDL. Ауи Безмана абсолютно, кстати, ставится там на хайграун, пытается Синджи сделать что-то нехорошее, естественно, его подсейвило Винга, а кто подсейвит Вингу? За Сайленс Кринахта подсейвили. Утимейт Амарак, на 747-й, как ворвался, так и ушел, еще и 0-4-й провязал на всякий случай сон. Только уходить на 4-му нужно, если на Сайнса, то после сна он будет целью номер 1, и 847-й точно его бросит, драку здесь принимать уже не стоит. И это ответные 7 сотен в копилку ребят из НП. А что не так-то и в дело? Почему такой странный файт вы сделали? А потому что зашел слишком далеко Акс, уходить ему было очень сложно, Нага не подключилась к темфайту вовремя, она делала ТП на боте, насколько ты помнишь, пока мы обсуждали ее положение дел. В итоге она пришла в драку слишком поздно и не смогла подсейвить свою команду. И вот сейчас и в день без ультимейта Сайнсера, без ультимейта Наги двигаются на Рошана слишком поздно, и они должны это понимать, вряд ли стоит продолжать что-то делать. Или же они рассчитывают, что 747-й вместе с 13-ю зарядами всех развалят? Мне кажется, уже нет, уже не справится. И Мемис в миде подставляется, он совершенно один, благо больше его никто не цепляет. Какие-то Этернал Энви в миде, в итоге он слаб. Там опять ульты нет Энви, беги отсюда, Аегис играет Армлетом, Армлетом выиграл. А смысл его фокусить? У него же нет, как бы, у него Аегис, в смысле, как же его убить? Как же его... Что же с ним делать? В итоге минус 2 саппорта уже оформили Энви, дальше распоряжаются у кого-то еще. Это здесь Тана, это Вильеса, это Вин дерется один против двух, он Роза, конечно, здорово пробивает, распорожался. Отлично, я его делаю трипл килл. И можно давить мид. Это максимально закинутая вообще драка и в дель, просто вот не хватало, чтобы еще Акс вместе с 747 просто по одному пошли, там тоже зафидили. Энви сфокусить не получилось, Энви начал играть и обузить Армлет, Энви поражал уже все-таки Чемикл Рейдж. Зачем вы оставались уже под всем этим, я не понимаю. Зачем агрессировать на Энви, когда у него Аегис, это вопрос по-прежнему остается открытым. И закрыли Ауи. Не знаю, зачем МГВ этим занимается. Вы Ауи убить не сможете. Здесь же на постраховке находится Роуз, который продал луту на Ауи. МГВ зафокусили в ответ. Ну и какие-то нецелесообразные совершенно выходы делают и в дель. Мне кажется, Морфа просто не прокликали. У него было почти 3к хп, он весь перекачан силу. Разумеется, он тебя даст станы, ты поедешь отдыхать, ты просто спать ляжешь там. Акс ошибся. Просто-напросто в себя переверил. Еще и вернется на свой репликей. Товарищ Морф фуловый с базы, перекачавшись до нужного уровня. Если его реплику не сольют быстрее, ее успевают слить. Но уже неплохо от Бина и 747-го. Они себе время выиграли. И я смотрю, Морф уже не намерен идти в мид, а значит не намерен давить ребят из FDL. Пока еще есть варианты. Морф не только не намерен идти в мид. Морф не намерен собирать ни какой-то скади, ни пушку, в плане из Эрил, да? А также он не хочет манту. Он собирает диффуза. Диффуза, диффуза, зачем они ему? То есть... Хотя нет, почему? Диффуза. Он может, я не знаю, он может себя снимать с глобал, но это тоже самое можно делать манты. Ну, как видите, ради того, чтобы я узнал эту кричалочку, за задиффуза стоило их начать собирать. Я, честно говоря, первый раз с этим фольклером встречаюсь, но звучит круто. Теперь мне будет чем троллить тиммейтов, если вдруг подвернется возможность вдруг неожиданно собрать диффуза Блейд. Да, если какой-то исключительный айтембилд пойдет, например, как у Морфинга. Я понимаю, если бы там был, если бы играл против какой-нибудь Омни Найт, но нет ведь. У Бина проблемы. Да, будет отсюда улетать, пытаться на ТП, удается, вроде даже да. И Бин захиливает. Не успел подойти, а так мог бы застанить. Кстати, на топе втроем двигаются и в зелье. Мне кажется, это ошибка, потому что Нахт может напасть с минуты на минуту по стальной 747-го, прилетит ли банка, а кажется, не прилетит, потому что глобал. Но это вынужденный глобал, иначе бы 747-й просто-напросто не ушел бы. Знаешь, что меня очень серьезно смущает, что команда FDL не торопится какие-то действия предпринимать и отжимать территорию. То есть сейчас отдали все ребятам из НП, не ставят упорно вардов, тулейт, все. Да, поздно решать, потому что вы дали небольшой... Вот этот маленький период времени пофармить Этерна Лены, вот этот маленький. Где-то с 10 минуты по 13 он пофармил, раз, и Радик. А потом они где-то неудачно подрались, они пытались зафокусить Марфай после этого на фидере в миде, отдали Рошана. И все. Вы осознанно, совершенно осознанно берете себе Шторма и Вингу. Мы с тобой с самого начала обсуждали, что Шторм и Винга это не ОД и Винга. Ну, я бы сказал, Винга здесь, вот, знаешь, не взлетает совсем. Вот в сочетании с ОД, да, в сочетании со Штормом кажется, что нет. Но пока так кажется. Может быть, что-то изменится. Но я верю с трудом. Может быть, сами себя перетроллили и действительно должен был Бин на Наге играть, все было бы хорошо и сейчас где-то фанаты FDL не лили бы крокодиловые слезы, потому что, похоже, карта уплывает из рук их. Да, мне тоже пока так кажется. Так, стопа, где Курьерчик погиб, Курьерчика старость настигла. Может быть, на лавке, в лавке? Нет, понятно, что на лавке. Я там никого не видел. Наверное, 747-й летал, вот он может баловаться. А кто же еще? Да, вард хороший, действительно, отличный вард от Стэнкинга здесь стоит. Значит, 747-й был. Смотри, у 747-го ему что нужно? Он сейчас соберет себе Орчид, потом ему нужна Ленка, без Ленки будет шторму тяжело, Орчид, Ленка, потом желательно МКБ и Блудфроун преобразовать, да, из Орчидо. И вот тогда я верю, что в Дель что-то получится. Хотелось бы верить мне так же, как и тебе в Дель верится, но ощущение, что не все так гладко в Королевстве Датском, ибо у Ауи после его Дефюжил Блейдов, после того, как он в Курьере ультимейт, а нет, это не Ауи, это Энвиский ультимейт Орб, тогда, подожди, тогда что-то должно было появиться, тысяча на руках у Ауи, это очень мало. Где деньги? Так он докупил себе Дефюза, а Этернелло и хотел себе взять Монту. Видишь, не долетела она до него. Я верю, конечно, в команду и в Дели, но я не верю, что в ближайшие 10 минут столько артефактов появится в 747-го. Вот в чем проблема. И, кстати, подцепили МГВ, пока что Даггер у него сбит, 9 секунд до Даггера, здесь же встревает Сальнисер, у него есть Глобал, Глобал придется поражать, иначе МГВ умрет, но слишком поздний Глобал, и в итоге встревают еще двое, и Мемис очень смело высыпал Интернал Энви, который будет продолжать обузить Армлет, ему также помогает Оракл, поэтому НП пока не потеряли никого, выкупился Акс, придется суетать, а если он улетит и умрет, Т.А.Ж. месяц в 747-го, но это как бы, извините меня, Закидон, и сейчас будут на ХГ НП возвращаться, да? Это Тим Вайб, плюс ВК Акса, и потеряли лишь Алхимика. Это размен, который себя оправдал полностью, ведь минус 2200 для ФДЛ, плюс 2600 для НП, и несложная математика мне говорит о том, что это практически 4900, 50 монет в пользу НП суммарно на графиках, это к текущим уже 12000 и пятерке по экспириенсу. Крайне-крайне тяжелое положение для ребят из ФДЛ, похоже на то, что все для них заканчивается на этой карте, по крайней мере, знаешь, мечты точно уходят, а вот надежды еще остаются. Да, посмотрим, что удастся здесь делать, например, у НП, вот этот Ласпик Алхимика был невероятно хорош, объясню почему, потому что пробить его нечем, если дать ему расформиться, во-вторых, даже если у ФДЛ начнет что-то получаться, они будут пытаться давить, то есть тот же самый эсит-спрей, который будет не давать пушить быстро, а у ФДЛ, а если у ФДЛ пойдут дела не так, чем вам отпушивать, как? Да нечем, я пригораю все же от этой венги для Бина, и если это вот Йола Драфт этот оправдался на первой карте, то мы видим, насколько же он ни к чему на второй, вот эта мимолетная радость, что Бин все же сядет на нагу сирена, обернулся полным провалом по факту, когда Бин вернулся на Венжи, Фулл Спирит, и я не знаю, мне кажется, что не нужно брать этого героя. А у меня 2000, ты поражаешь меня с этими айтембилдами, что это? Ну, он перекачался полностью в силу, он понял, что команду в ДЛ они убиваются за время его контроля, а контроля до этого не хватало, 747-ой соло нахта сбивает, но есть АТН, Вистанчик и минус Шторп Спирит. Стоило не до того. Понятное дело, что не стоило, заряда была стоуна потеряна, фраг всего лишь на бессмассере, и это не какой-то морф, это не какой-то алхимик, а как-то странно, тоже Шторм подзакидывает, а Ауи перетекает из Хардкэрри в Дизейблера. Да, и на самом деле он так бегает уже на протяжении, наверное, минут 3, вот это даже нет, больше, наверное, минут 10, в ИТАКС, когда Байбекас, вот когда была эта драка в миде, когда я еще говорил о том, что он не рассчитал, что Ауи был в Стрэнджу перекачан с тех пор, Ауи еще не вернулся в ловкость. И опять этот стан по Бину, посмотри, они его просто разбивают, не уйдет отсюда Бина, что-то мне подсказывает, и так оно и есть. Забавно, что даже перекачанный в силу Морфинг все равно 100 с руки имеет за счет тех же дипузов, теперь у него ШБ, он сможет инициировать. И да, понимаешь, нечего бояться, вообще нечего бояться НП, то, что у них нет дополнительных демэдж-дилеров, вы сможете растянуть драку, НП могут растягивать драку до бесконечности, потому что и в день не хватит демэджа, чтобы кого-нибудь убить. У них Винга и Шторм. Шторма застанил, все, кто будет убивать Винга, не будет убивать, мы по-прежнему с ней продолжаем гореть, уже вдвоем. И я абсолютно рад тому, что делает сейчас Ауи, вот это перекачка в контроллеры, ну что, неправильно же Рор всегда тратить, попытка добить МГВ от Энви, Энви прогоняет еще и 0-4, и сенсор юзает свой ультимейт, Сенкинг здесь подставился, настанет Ауи, стоит 0-4, нужно бы по-хорошему уходить. А у него у 0-4 тоже в кулдауне ТП еще 2 секунды, и Энви за ним пошел, Ауи тоже в деле, сейчас убьют еще и 0-4, есть один стан, есть другой. Очень интересные драки, попытки запукусить Энви с Аксом, Нагой и Саленсером, что это вообще такое? Без ТПшек, с КД на ТПшке. не знаю, анекдот про... даже... Нет, из приличных анекдотов мне даже ничего в голову не приходит, в общем, анекдот, где не получилось у троих ребят, в которых и получиться ничего не могло. Минус терновышка от команды НП, НП будут давить, или Аегис сначала, новый Рошан, да так до него еще нужно минутку потерпеть, чем займутся эту минутку. Трое в лодке, не считая Акса, которым удалось выжить при этой агрессии, дают шанс забрать Т2-вышку в миде, забрать Рошана и закончить игру. Но я здесь не вижу, честно говоря, вообще никаких шансов у FDL теперь, тогда, когда даже 747-й теряет веру в себя и в команду, и Физит где-то там один самостоятельно пытается забрать вражеского бестмастера. Это, наверное, уже отчаяние в сердцах команды FDL, они проигрывают 15 тысяч по деньгам, они проигрывают 6 тысяч по экспириенсу, и что самое важное... Настопию, Немиса поймали. Бабах. До свидания, говорят в Edge of Full Spirit, но вот он, Праймал, Эрор, да, его потратили, но тем не менее, фраг сделан, а самое печальное, что в рак, фраг сделан на керри, в скобочках, нет команды FDL. Ну что ж, это бесплатный Рошан, и вряд ли Евдей справится, попытавшись его забрать. Но единственное, что можно попытаться сделать, это провязать сон, который длится ни много, ни мало, 7 секунд пройти к Рошану, и, может быть, 747-й на вольной походке, либо же на ульте попытается стащить Аегис. Но, кажется, не рискуют, не идут, отдают Рошана, плюс на ХГ уже стоит там Том Стоун, постраховочный от SVG. Отдадут Аегис, я так полагаю, либо Энви, либо Ауи. Ну, Энви, наверное. Энви и слот открыт. Все отлично. 21 тысяча не творцом, 21 с половиной даже, и перетяжка сразу же от Энви на топ, где подпушивать пытался Аксеевич. В миде собирается команда NP. Или не в миде, а куда все полетели? Я не помню, зима наступила. Куда вы, птички? Все почему-то на топ. А, здесь 747-й подвордом. Это, до свидания, Шторм Спирит, это еще минус заряда, уйти отсюда. Вариантов нет никаких. Фарми чужой лес, если ты не уверен, что он не обезваржен, нельзя. Здравствуйте, меня зовут Алоэ2000, я морфинг 17000 на творца, перекачанный полностью в силу. У меня есть такой интересный спелл, это Adaptive Strike, он длится 4,25. А еще у меня Сильверейш есть. Да, я парень простой, я могу перекачаться в силу перекачиваясь. Но почему бы и нет? И Тир-2-вышка падает на топе, это последняя Тир-2-вышка команды FDL, внешних таверов не осталось и подъем на High Ground от NP30. Минута на дворе, проюзывается Gleaf Fortification, Алхимик берет себе еще и ЕМ, но вряд ли себе, Инви, наверное, кому-то из саппортов его передаст, чтобы можно было развардить карту и FDL вообще ничего не предъявят. Ну и Нага, Нага с Агонимом максимально странная. Упрывается MGV, кстати, почти его удалось зафокусить сразу, но, извините, уже не так легко пробить Алхимика. А вот и Сон решили подсейвить MGV, разбить Том Стоун за этот Сон. Том Стоун добили, а удастся ли убить кого-нибудь из NP? Нет, это невозможно, проблема хоть у НВ и есть, но там вся команда гибнет, но он четвертого дорезает с руки, Ролос пытается скрыться, 747-й правда видит и убивает, кстати, хороший минус дается еще и по товарищу Бистмастеру, Бистмастер забирает в могилу с собой Акса, 747-го лупасит тот самый Морфец, который умеет в силу перекачиваться, 747-й байбэк, идет дефать свой хайграунд, но проблемы, НВ-то фуловый, битн... Забыл о том, что от Майги до Презистов нет и загулял, а все же 747-й отдает очень много дэмэджа, ну и у Бина с руки, кстати, тоже за 2 сотки перевалило, 2 800 дэмэджа, а Акса в драке 3 200, а Шторма 2 800 дал Вэмжу Фулл Спирит. Но заметьте, что Шторм все-таки ценой байбэка смогли одевать хайграунд всей командой при помощи 747-го, 847-го, 5 заряд Блудстоуна, ну а драку, саму драку, пожалуй, что проиграл господин алхимик, потому что он не слишком далеко зажадничал, да, поверил в себя, это бывает, с алхимиками, у которых перифарм от ближайшего преследователя из команды врага почти 10 тысяч на 31-й минуте, ну и не вышло. И не вышло, и правда, и не получилось. Давай предположим, хотя это нереально сложно, во что же выльется 4500 монет товарища Ауи в следующий раз. Ауи довольно непредсказуемый игрок. Начнем с этого. Может быть, Скади, а может быть, Манта, а может быть, я не знаю, я не удивлюсь, если этот игрок купит Абисел и Хекс. Я не удивлюсь рефрешеру, ведь так у него адаптив страйк 4 секунды, а так можно будет на 8. Представляю, 8,5 секунд ты держишь кого-то в стане. Вечность. Ты не выйдешь из стана. Да, именно так оно и будет. Нет, это тревелат для начала, ну, видимо, чтобы быстро добираться до того, кого потом можно два раза наказывать станом, и смог, может быть, даже последней надежды это в ДЛ. Куда идут? Идут вардить. Желание неплохое, но там ходят слухи, Гем появился две минуты назад. Работает ли это? По-моему, ну, вардейм расставить, конечно же, удалось. Смотри, 740 димой пытается одолеть иллюзию Алхимик, в итоге всей команде пришлось помочь. У Винги пока что, помимо Хурикин Пайка, только Яши и больше ничего. Шторм начал ту самую Вингу, которую мы уже обговаривали, а у Акса практически готова БКБ, но на самом деле с БКБ ему станет драться намного легче. Салисер доберет во вражеском лесу форстав или не доберет, потому что вся команда FDL чего-то испугалась. Видимо, четверо пропали с картой ОНП. Да, действительно, не пропали, идут наверх, так что уйти все-таки стоило. Меня немножко смущает Алхимик, который совсем не уплотняется с точки зрения общего запаса хитпоинтов. Ходят слухи, что Акс тебя режет чистым дэмэджем, ему все равно, сколько у тебя армора. Если у тебя там 2К ХП, как с выключенным армлетом, а есть вариант, что Энви будет его где-то там пытаться в драке обузить, то камбэк из рил, если Энви максимально как-то глупо отвалится, первый натворец на карте, а перекачанный морфинг в силу несерьезный соперник, и 4К ХП, морфинг явно ни на что иное не надеется, и я даже смотрю, как смешно Ауи крипов фармит. Хотя, с другой стороны, 150 дэмэджем не так уж и смешно. Но замахивается он действительно долго. Ну, что я могу сказать, что я могу сказать, кстати, три иллюзия вместе с репликой бегут на топ фармить. Энви фармит, Энви фармит очень быстро, Ауи фармит очень быстро, и даже если они пару тимфайтов со стратегией, я вижу, Станю от морфинга проиграют, думаю, что Ауи не составит труда вывести какие-то артефакты в дэмэдж все-таки. Я думаю, что это вообще какой-то байт команды FDL на какие-то ошибочные действия, может быть, на веру в себя, но ты права абсолютно. Морф, у которого 4К на руках держится, он в любой момент может тыкнуть кнопочку, взять, я не знаю, скади, от скади, начиная, заканчивая эзериалами и бабочками, и развалить все кабинеты абсолютно команды FDL. Ну, а также не стоит забывать про Аганимы, у Алхимика уже сейчас появится Кераса, похоже, она ему летит. Нет, Кераса, ну, пусть не Кераса, но Шива. Что-то он должен был выбрать, и его выбор пал на Шиву. Он берет себе Шива, в дальнейшем он покупает Аганимы для команды, его команда становится во много, во много раз сильнее. Кому первый Аганим, как ты думаешь? Кстати, тут 747-го очередной раз нашли, он зачем-то пошел к Ауи на линию, а он показывал где он фармит. Андаингу достанется этот Аганима, может быть, и не достанется вообще, потому что 747-й нафидил на топе, и сейчас НП пойдут заканчивать, у 747-го Байбека нет. Больше минуты, кстати, времени на это у них и есть, чтобы разобраться с загулявшим товарищем Штормспиритом и последствиями его, этого подставки. 2 минуты 15 секунд, парня не будет. Шторм, по-моему, серьезно ошибся. Эр, Руйнер. Или Е-Ерор. Начинать Ситараки. Так оно и есть. Есть еще и Глифчик. Вот он, пожалуйста. Что делает Акс в этот момент, я не совсем понимаю. Акс говорит, Гайс, я хочу подфармить, мне тут немножко денег не хватает, причем непонятно на что, на Байбек, по всей видимости. Так оно и есть. Кстати, да, все, полетел. Это будет драка последней надежды. Глобал Сайленс проюзан, можно заходить, цеплять здесь. Бин пытается выжить, Энви остался вместе с Ауэй в диспозиции, достаточно далеко от своих тиммейтов, SVG, где Тамба, вот и Тамба пошла. Кстати, после Снауи запинывать на хайграунд, команда FDL теряет своего. Акс после свапа еще и в толпу побежал, Бин тоже без хп, есть Херрикейн, есть очередной форстав. Потеряли сторону, и нет никаких шансов у ФДЛ привести удачную драку, когда в поверии находится 744-й, вот он вышел и уже сделал фрак, и теперь, в принципе, ИНП могут уступить. Кроме кого? Кроме... Оракл приговорил к смерти еще и на Акцауи, здесь остались, подставляются они под Акса, Акс отлично, дает минус по бестмастеру, без хп, без лица, Акс, правда, тоже за это наказан, погибает оба некроча, 744-й без маны, ворует гем, отлетает назад, ему срочно нужно вернуться за маной, Стэн Кинг без хп, соточка у него, его гонят крипы, но 4-й тоже с крипами драться не готов, 744-й не подставился под станы, Энви в итоге сам себя в станы отправил. Ау, и дерется аж до фонтана, купил он себе, кстати, Кирасу, которая отсутствует на алхимике, то есть, дальнейший артефакт его мы так и не угадали, это Сал Кирас, ну и, собственно, остались вдвоем скоро Энпи, еще немножко подрались, добрали Аксы, да и разошлись, но главную свою задачу они выполнили, бараки они снесли. Они снесли бараки, не отдав много ребятам из Энпи, вот что, точнее, ребятам из Эвдель, вот что главное, Энпи все еще доминирует, можно посмотреть, что графики также рубятся вниз в пользу команды Энпи, за ними уже 25 тысяч по деньгам, восьмерка по экспириенсу, команде Эвдель ничего, по сути, и не отдали в этом муве. Как ты считаешь, нет ли проблем в том, что Нага с Аганим Септером? Нет ли здесь проблем? Неа, я считаю, что проблем нет. То есть, ты не веришь в Нагу с Радианцем? Я не верю в Нагу, которая уже с Аганимом, и которой Радианс не светит. Мне кажется, что выбор артефактов должен был быть противоположным, то есть, Радик позволил бы где-то сплитить, отпушивая банально команде Эвдель, ну и больше денег много не бывает, собственно, можно было бы и Нагу в керри собрать, я думаю, что даже и 0-4 смог бы, имея 6 слотов на дэмэшки, на дефюжилблейды, напрягать того же самого Морфа, того же Оракла, но вот скажи мне, что из себя представляет Морфинг, у которого 3 800 хп, у которого тычка с руки там 180 плюс-минус, и у которого нет вообще маны, он просто 0-0. Ну, в принципе, там он ничего из себя не представляет, потому что он не может ничего скастовать. Это во-первых, а во-вторых, ну, я считаю, что был бы актуален этот агоним, если бы он был какой-то имбалансный, что ли, если бы он давал дополнительные секунды песни, то бишь сна, но он не дает, все, что он дает, это реген хп, вы и без регена хп тамбу это убьете, ради которого вы эту сеногу и брали. Ну, кстати, вот в последнем файте сон сирены был до того, как тамбу, в принципе, поставили, подсевить, значит, либо подсевить, либо тамбу убить, что-то одно из двух. Я бы сказал так, не длительность нужна какая-то, знаешь, а возможность, ну, что ли, демоч наносить, как тебе такой момент под агонимом, вот это была бы имба, а лишняя длительность имбой бы не была, так, представляешь, команда спит, а ты ее месишь. Подожди-ка. Это действительно круто. Вот есть, кстати, агоним у алхимика нафармленный, но он в алхимике. Начинается драка, пытается фокусить здесь, тамбу, кажется, никто не разбивал, нужно до нее добраться, его прожимается сон, доброизводит тамбу, уже, кстати, все фуловые, будет разворачиваться драка с ораклой, это правильно, арчит на нем. МЖВ, кстати, пришел с рор, но он крутится, вертится и убивает, без этого даже делает минус два, сам оказывается в таверне, а без байбека акс. Мемис пытается ковырять в спину, у Этернолана ничего не получается, двое коров в таверне убили в размен на двух саппортов. Этернолана не один против всех, пытается убежать, ему нужно размастить под ультой от регеница, трипл кило от 737-го, но, к сожалению, это не помогает ему выжить. Минус 5 от НП, Тим, вайп, и, может, пора бы, пора бы идти заканчивать. Да, можно даже две заветные буквы команде FDL писать, проблема в том, что байбекки хоть и есть, но ультимейтов-то нет, сна нет, нет, разумеется, и глобала, в итоге байбек может быть еще от товарища Сайленсера, товарища Шторма, но толку от этих байбеков я не понимаю. Химик какой-то эгоист, перед тем, как начался файт, я обсуждала то, что он Аганимс лопал. Я не понял, кстати, что это за странный мув. Вкусно. Ну вот, как минимум, да, ну а как максимум? Не знаю, может, это была какая-то случайность? Мне кажется, нет. Почему он надал ее не Бесту, не Ораклу, даже не Морфингу, и в первую очередь не Зомби, он просто съел его сам. Но с другой стороны, вот эти статы, которые у него были сейчас во время драки, они помогли ему выжить. С этим спорить не буду. Они помогли ему выжить, он же в таверне, но он жил очень долго. Но он там играл еще армлетом, да, за счет лишних статов ты дольше живешь, это все круто. Я еще одно объяснение, такое, знаешь, задняя мысль, уже поздняя мысль пришла. Почему Ауэй решил перекачиваться? Потому что Морф, у которого нет хпшки, нет силы, он легкой добычи для МГВ, ведь тот легко его забревает. Я же говорил, что Берсеркова работает через все, через ВКБ и прочее. И стол завязывается така в лесу, правда, казнили иллюзию, и Арчит пришелся на кабана. Что вообще происходит? Ультанули 747-го, больше на него пока фокуса никакого нет, зато есть фокус на 0.4, 0.4 в Саверне. Разменяли на Бестмастер, но он, в принципе, не нужен, когда он уже провязал некрачи и Рор. Глобал, но, к сожалению, Глобал Бима не спасет, как не спас. И самого Сайленсера задавили. Забыл филк и Карл Ленви. И, с вами, то, что стоит Рошан, трое мертвых, можно заходить на ХГ, и байбэк у Венжи Фолл Спирит нет целых 5 минут. Там Тир-4 уже у ФДЛ первая из двух упала, и ощущение такое, что вот он, конец команды ФДЛ. Драться нечем, Шторм уже действительно импакта не вносит. 5 КХП у Марфлинга, 4720, ладно. Не буду уж врать и округлять, что можно сделать. Какой может быть импакт, когда ты Блудфром завязал в Кабана? Ну, может быть, он Кабана-хейтер. А лучше быть и хейтер. Может быть, он не поддерживает фонд всемирной защиты диких животных, и команда НП решила забирать все же нижнюю лайн. Да, НП явно поддерживает тот план, чтобы закончить эту игру. Минус первые бараки, минус вторые, все это под защитой тамбы, и отсюда отступает. Команда НП, и что, ФДЛ даже не попытается кого-то цепануть, но там разве что можно, не знаю, иллюзию было цепануть от Морфа, от его репликейты. Ну что ж, смотри, в донате ли Аганим, угадай кому, в донате ли Аганим к Морфлингу? Как это называется, Безумие и Отвага? Безумие и Отвага, или, не знаю, сделай реплику с Венжи Фулл Спирит, получи все бонусы, не знаю. Ну, посмотрим. С одной стороны, вроде круто, с другой стороны, мне кажется, на том же самом, я не знаю, SVG смотрелось бы не менее великолепно, SVG не то, чтобы самый живущий парень там в тимфайтах, ему тяжеловато, но было бы круто. Не думаю. Так, товарищ Этернал Энви, да ему виднее, он тут на собственной спине вывозит катку, у него Морф обрывается разными чувствами и, кстати, перекачался, вау-вау-вау, скринчики в студию, это 43-я минута, игре АВИ 2000 имеет 2 200 хпшечки и у него 280 ровно ловкости. У него, плюс ко всему, 350 с лишним атаки, то есть он очень много бьет и решился перекачаться, он наконец-то наконец-то в ловкость, тогда, когда уже у него на руках есть Сатаник и Сильверейдж с Ленкой, вот теперь он готов быть ловким. Ничего не боится, уже АВИ 2000 и идет вперед. Ну, теперь это точно конец, вот как убивать этого Морфа, я не знаю, был бы у него Манта Стайл, там совсем было бы печально, но даже без копии, ну смотри, он прыгает на Амбина, Амбин, серьезные проблемы, 3 тычки уже без лица, хотя АВИ зацепили, и попытки забрить АВИ, АВИ, серьезные проблемы, Акса пытается доконтролить, чтобы он АВИ не убил, отпрыгивает отсюда подальше, товарищ Морфинг умирает, Станкинг умирает, Нага Сирена 0.4, Бин, также в минус, и сдается, Станкинг не выдерживает. Очень больно делает АВИ, более того, он успел в агре поражать Сатаник, АВИ молодец, вся команда НП, большие молодцы, потому что они проходят гранд-финал данных квалификаций. Так, подожди, почему проходит, ведь счет 1-1 у нас, первая карта была за ФД, и в деле-то победили, это значит, что 1-1, и после такой потной, долгой и неприятной карты, где все-таки чувствовался напор НП, и в деле еще есть шанс отыграться. Конечно, ты рано хоронишь Фрэнси Кичема. Игра была настолько ненавичной и настолько классно отыграли НП, что мне даже на секунду показалось, что все, пора в гранд-финал, можно дальше не продолжать. Нет, у нас равный счет, и третья игра будет максимально скоро, зависит это все в первую очередь от самих команд, когда они будут готовы продолжить, а у нас очередная минутка статистики. 24 700 дэмэджа от Шторма, и Бин с его 13 тысячами, это меньше, чем у Акса, и всего лишь на 3к, чем у Саппорт Сайленсера, у которого ничего не было за душой. Нетворс 5200 Сайленсера и 10 800, то есть почти 11к дэмэджа. Я не знаю, зачем нужна была эта винга, но я считаю, что Бин заруинил этим драфтом. Но только если он не говорил нет-нет-нет, не берите мне ни в коем случае вингу, и ему так стэнкинг нет, ты будешь на ней играть, это единственное, что могло бы оправдать сейчас Avenger Full Spirit. Ну а команде НП нет претензий, Энви 40 тысяч дэмэджа, Ауэй 2042 тысячи дэмэджа, это от парня, который половину времени проходил, перекачавшись максимум в силу. Жуткий. На стадии драфта нам было ясно, что у НП явно более выгодный пик, и у ФДЛ был шанс задавить с самого начала, но не получилось как-то. Не прошел этот номер. Не получилось, не фартануло, я надеюсь? Может быть, и не фартануло, это нам даст понять третья карта, которая будет совсем скоро. Да, уходим на небольшую рекламную музыкальную, друзья, не уходите далеко, не уходите надолго, ни в коем случае не переключайтесь, для вас Старский и Автодистракшн в ночи комментируют американские квалы к саммиту номер 6, и это на сегодня еще не все, будет еще одна игра Best of 3 в Лузерах. Рекламная пауза.